МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увидели заявителя. Вадим Губенко, 34 года. Слесарь. Женат? Детей нет. Подозревает супругу в неверности. Здравствуйте. Дима. Вадим. Здравствуйте, Ленис. Расскажите, Вадим, пожалуйста, что вас там привело? Есть у меня подозрение, что жена налево ходит. Слишком поведение ее в последнее время изменилось. Сообще на меня забило по полной как бы. По бутикам стало ходить, деньги ни на что тратить. Педикюры, маникюры, процедуры какие-то омолаживающие, хрен название выговоришь. Так прихорошилась прям. Денег спускает просто уйму. А деньги откуда? Ну, в общем, она недавно стала миллионершей. Бабки у нее выигры с лотереи. Раньше работала уборщицей простой в торговом центре. Потом уволилась. Ну, вот прикиньте, подфартила, фартанула, короче. Неплохо. Купила билет и срубила три ляма целых. Я сам в шоке был. Готовый человек. И вот эти бабки, голову есть, снесли конкретно просто. А подозреваемые есть какие-нибудь? Подозреваемые. Честно, даже на ум ничего не приходит. Не знаю, перед кем она марафетится так может. И занятий у нее других больше нет, да, теперь? Только тратить деньги. Вот она дома сидит, да. И вот как мразь гламурная по бутикам этим ходит. Вот. А я впахиваю круглые сутки. Ну, давайте разбираться тогда, да. Будьте на связи. Появится информация, мы вам передадим. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, пока. Парни, у нас новое дело. Будем работать, ура. Если раньше работала уборщица, сейчас хочет от жизни взять все. Ну, давай, разберемся. Может быть, действительно там ничего страшного нет. А может быть, и есть. А телеточка будет или завтра заступаем сразу? Завтра утром встречаемся, сейчас скину координаты. На следующий день наша команда приступила к работе над новым расследованием. Первым шагом стала установка наружного наблюдения за подъездом дома, где проживают супруги Губенко. Фиксируйте объект наш. Наталья Губенко, 31 год. Временно не работает. Замужем, детей нет. Пешеход работает по объекту. Пешеход молодец, не потеряй объект. А группа обвеса, можете приступать к работе. Спасибо, начинаем. Наружная группа ведет метро. Будем заходить сообщу дальше по массиву. Пока оперативники следуют по пятам за подозреваемой, группа обвеса занимается установкой камер дома у Натальи и Вадима. Нам предстоит выяснить, не появился ли в жизни женщины кто-то, для кого она хочет выглядеть моложе и привлекательнее. Стива, прием. Да, Олег, прием. Проверь, пожалуйста, квартиру снял. Я готова уходить. Сигнал есть. Уходите. Возможно, Наталья озаботилась не только своим внешним видом, но и состоянием своего здоровья. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что слежка за подозреваемой привела нас к частному медицинскому центру. Мы около медцентра. Что делаем? Дима, идем за ней, внуки. Нет, ждем снаружи, не расслабляемся, контролируем их фото. А пешеход остался снаружи, дежурен до дальнейших распоряжений. Привет. Привет, Наталья. Привет, привет. Ой, ну нет, да? Спасибо. Здравствуйте, мой мужик с цветами. Вот это да. К подозреваемой заявился поклонник с цветами. Неужели можно заканчивать расследование? Похоже, романтические отношения и какие-то их связывают. Мне сумму-то отдавало. Ой, да ладно тебе. Я просто круто так ложился. Сейчас отбогатею, тебе по-любому отдам. Наталья одолжила незнакомцу денег. Так что букет может быть всего лишь знаком благодарности, а не знаком внимания. Однако посмотрим, как будут развиваться события дальше. Больше совсем богатый. Ты кого-то ждешь? Да, Аленка должна прийти. Внимание, некая Алена к нам в гости. О, Ален, привет. Окладывайте о людях заходящих в подъезд. Привет. Наташ, я побегу, наверное. Да, хорошо. Всего доброго. Да, кстати, завтра с вами как раз на дачу поедем. Ты уж не препятствую, ладно? Опять бухать будете. Да мы и так, по-культурному. Ну, я знаю, как он умеет по-культурному. Ну, ладно, езжайте. Это и какой-то общий другим ей. Всего доброго. Пока. Пока. Скорее всего, этот приятель заявителя не стоит нашего внимания. Тем более, что подруга Натальи никак не прокомментировала ни его присутствие, ни букет. Если бы здесь был хоть намек на что-то романтическое, ни одна женщина в мире не промолчала бы. Да, вот благодарить пришел. Видимо, спасибо сказать. Дима, мы провождаем этого парня. Нет, продолжаем слушать девушек. Сейчас, будешь? Да. Дима, парень, кому-то звонит, выводим тебя в полку. Давай, спасибо. Алло, здорово, Вадюха. Да нормально, как сам? Вадим, это он звонит нашему заявителю. Да, слушай, с твоей все добазарился. Завтра все отлично, короче. Можно дусоваться и ехать, бухать на дачу. Ну, понятно, они в общем. Все явно. Все, братан, давай от души на свежь. Мужчина сообщил Вадиму, что договорился с его женой, и она отпускает его выпивать с друзьями. Но ничего не сказал про долг и про букет. А ведь это нельзя назвать незначительными деталями. Интересно, Вадим в курсе? Похоже, выигрыш в лотерею действительно свел Наталью с ума. Даже засолить деньги было бы лучше, чем подвергать себя бессмысленной дорогостоящей операции. Но у подозреваемой оказалась еще более блестящая идея, как потратить выигрыш. Сказала нам в клубе столик член с стриптизерами. У нас будет отдельная зона, отдельная комната. Они для нас наступают приватные. Слышите, четверг, готовьтесь. Да, да, стрип-клуб. Я не понимаю, что стриптизеры. Увеличение груди, стриптизеры. Одна идея лучше другой. Наталье стоило бы подумать о том, что она будет делать, когда деньги кончатся. Пойдет снова работать уборщицей в торговом центре. Наша команда ведет слежку за Натальей Губенко. Женщина выиграла в лотерею 3 миллиона рублей и тратит их на улучшение своей внешности. Ее супругу Вадиму кажется это подозрительным. Сейчас его ждет Денис, чтобы обсудить предварительные результаты расследования. Здравствуйте, Вадим. Есть кое-какая информация, но пока ничего страшного. Ну, а что случилось? Смотрите, мы видели разговор Натальи с Геннадием, ваш общий приятель, так понимаю. Послушайте его, есть там интересная информация. Я просто круто так ложился. Сейчас только погоди, я тебе рекламу отдам. А что она мне ничего не сказала? Бабки ему дала. Вы не в курсе, да? И этот тоже молчит. Я поговорю с ним завтра, ничего себе. Может, не стоит с ним разговаривать, как объяснить им, откуда у вас эта информация? Давайте пока, может, отложим эту беседу, чтобы нас не выдать случайно. Ну, раз богатый теперь стал, забыхало заплатить завтра. И второй есть момент, который я хотел вам сообщить. Наталья собирается с своей подругой, или, может быть, даже с двумя подругами, посетить мужской стриптиз. Ничего себе. Наталья не увлекалась таким раньше, я так подозреваю. Что она там делать-то будет? Ну, не знаю. Там же, сами знаете, за бабки можно все что угодно. Ну, есть такая опасность, я понимаю. То есть можно будет как-то вот этот момент? Конечно, конечно. Мы обязательно проследим за всем, и вам немедленно все будем сообщать. Ну, может быть, там ничего страшного не будет. Поэтому давайте наблюдать дальше. Как только что-то появится, сразу вам сообщим. Хорошо? Все, мы продолжаем. Спасибо. Мы закончили с Денисом. Идите в заявители дома. Наступил второй день наблюдения. Сейчас Вадим готовится к поездке с друзьями за город на пару дней. Наталья останется дома одна. Ты опять там выходишь? Ну, ой, хорош, Наташ. Ну, отдохнем нормально. Помнишь, как ты в прошлый раз пришел? Я еле тебя дотащила от двери до кровати. Ну, Наташ, ну, не лечи, а? Проблемы с алкоголем. Хорошая настроение. Не порт. Нормально все будет. Оказывается, Вадим не всегда умеет контролировать потребление алкоголя. Теперь понятно, почему другу пришлось его отпрашивать у Натальи. Кстати, Геннадий уже готов к поездке и ждет нашего заявителя у подъезда. Как мы поняли, Наталья единолично распоряжается своим выигрышем и лишь изредка подкидывает мужу немного денег. Довольно унизительная ситуация. Все, осталась она дома одна. Работать будем по ней. Давайте, пожалуйста, послушаем. Все, как сам? Да, нормально. Что, один девай? Дейте, я еще здесь. Готов? Конечно. Ну да, это же на троих обычно соображается. Наш вышел. Давайте послушаем, что они говорить будут. О, вот он, вот он. Пожалуйста. Явился, не запунился. Квартиру не отпускайте, продолжайте. Жена опять что-то мозг полечила, не мозг. Опять что, обухайся. Опять то же самое, брат. Ладно, что, погнали. Посты нет. Дим, они уезжают. Заявителя не ведем, пусть едет отдыхать. Летучая группа дежурки у подъезда. И Наталью, покажите мне. Вот, чай, сигнал. Вижу, спасибо. Продолжаем наблюдение в дежурном режиме. Весь день Наталья провела дома. Ничего подозрительного в ее поведении зафиксировано не было. Дим, закончили, наверное, да? Да, на сегодня все, уходим в дежурный режим. И не, ребят, всем спасибо. Спасибо, Егор Михайлович. Но стоило только сыщикам настроиться на спокойную ночь, как во дворе дома Губенко появился хорошо знакомый нам человек. Всем внимания, Геннадий у подъезда. Дима, Дима. Спасибо. Дежурный режим отменяется. Продолжаем наблюдение. Вывели себе квартиру. Есть сигнал? Да, сигнал есть, темно пока. Сейчас проснет, свет включит. Зачем Геннадию понадобилась Наталья так поздно? Почему он один? Где его друзья? Может, что-то случилось с Вадимом? Ребята, он внутри. Привет. Ого, я думала, ты уже не приедешь. Ну как же. О, запланировано было. Она его ждала, это все явно запланировали встречу. Да. Мужчина пообещал Наталье приехать? Неужели это то, о чем мы думаем? Кажется, тут не остается больше никаких вариантов. Вот это подходит. Они сразу в туалет идут. Так у тебя и так все вроде не есть в Париже. Ну так. Я уже сегодня в клинику хотела. Ну если хочешь, то делай, конечно. Все понравилось. Тогда давай, может, пока без этого. Теперь все ясно. Денис на подъезде. На следующее утро Дмитрий встречает Дениса у дома супругов Губенко. Они вместе дождутся приезда Вадима, которого сейчас везет на место событий Захар, третий из их компании. Ну что, они приедут? Да, приедут. Конечно, отдыхали вчера. Я даже сомневался. Но тем не менее, они уже приезжают. Ну как бы они тут делов не надевали. Ну да, есть такая опасность. Придержим, если что. Все внимание видели автомобиль в дворе. Там наш заявитель. Да, со своим другом, который за рулем. Вот сейчас три похмельных мужика. Смотрите, чтобы они Махачи устроили. Здравствуйте, Вадим. Здорово. Здравствуйте. Захар, Зима. Денис. Работаем с ведущими. Я ему рассказал. Рассказали, да? Да, все. Смотрите, новости, к сожалению, не очень хорошие. Точнее, я бы дошел плохие. Ваша жена сегодня ночью вам изменила. Посмотрите. Это что, Геннер, что ли? Козел, а? Сказал, что к ребенку поехал. К маме. Да? Да он просто... Что на это смотреть? Пошли, короче, ему наваляй. Захар, подождите. Нет, ну что, нет, ну что, нет, ну что, нет. Давайте, это я не подержу. Захар, ваша реакция понятна? Я сам поговорю, сам разберусь вообще. Я могу с тобой пойти. Не, не, все-таки это наше. И... Давай, короче, если что, я тут. Будет операция. А что там в квартире происходит? Давайте идем в квартиру, бегом все. Все ясно, сейчас узнаем как раз. Ребята, за Захаром следите, чтобы он дело не натворил. Хорошо. Мы на этаже встретили. Да, вас там не ждут, как вы понимаете. У него ключико есть? Да, дверь открывает. Ты что? Давайте вы покойте, мы объясним, что произошло. Что за... Все, все, все. Иди ты, куда ты лезешь? Геннадий, Геннадий, но вы очень на это реагируете, хотя, в общем-то, вы здесь виноваты. Да в чем я виноват-то? В том, что вы спите с чужой женой. Уберите, что... Да. Давай. Уберите, что... Не держи, мужик, отдать ему, в отец уйти. Окей. Ты ведь, короче, что... Это программа «Опостные связи». Мы занимаемся расследованием... Мы наблюдали за ним, потому что ваш муж хотел узнать правду. Это вы так проценты возвращаете подолгу? Какие проценты? Ну, она вам дает деньги, вы даете любовь. Так получается? Или нет? Уберите. Что, не пойдете уступаться за женщину-то? Ну, вот так. Использовали, деньги взяли и убежали. Со всеми друзьями так поступаете? Там внизу, осторожно, его приятель там. Руки свои, не смей там прикасаться, убери. Прости. Сейчас его. На улице будьте внимательны. Остамайся два. Приятеля как встретятся, будьте готовы. Ребята, там Захар внизу. Нам едет человечек, смотрите, чтобы он не убил его. Позади меня предупредил, там жду ты. Так. Ты не приводи его сюда постоянно, этого друга. Кого не приводи и что? А если пока не захочет, так я не вскочит. Захар уничал его высоты и побежал, сейчас будет драка. Ребята, предупредка. Косе! Все, иди домой. Еще хочешь? Он сейчас пойдет заявление слушать. Успокойся. Домой иди. Я тебя прав... Давай, иди домой. Давай, иди домой. Ты куда, мальчик? Ты что, тварь? Захар, ты куда ты суешь? Все, все. Захар, я не могу. Нормально, пушитое. Давай! Иди, сахар! Мужики, держайте. Давай, 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 давай. Отпускайте. Иди сюда! Твою, тварь, 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 тварь. Ухлеш, держи. Тварь, 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 кончатый. Ой! Умничка-то. Просто должны прийти в себя, потому что мы не можем о таком состоянии не ставить. Я обещаю, что... Я обещаю, что я не буду ее трогать. Просто я ей скажу сейчас пару ласковых, да? Вот не нужно это все на камеры, там вот не надо. Да. Это уже остальное наше дело, хорошо? Да. Человек, видимо, не ожидал как-то такого. Сейчас, поговори. У него могут быть непредсказываемые реакции, ребята. Мы боимся? Дай сиськи тебе. На блин, я тебя не снимаю. Пошел. Я тебя пойду, ***. Все, успокойся. Надо будет пообщаться с людьми. Пойди к нему как к брату. Все, давай, успокаивайся. Самосуд ничего не решит. Давай, все. Ребята, надо будет сопроводить, молодец. Принято. Слушай, ну, решил их вдвоем оставить. Надеюсь, все будет нормально. Ну, Захара вон выцепил, легену. Потаскал вон везде по всему. Да ладно. Ну, у нас спят ребята. Дождался, да, своего? Давай-то мы побудем здесь. Я не знаю, как там сейчас Вадим. Наглядаем все. Стоп. Вадим подал на развод. Он не смог простить измену жене, хотя Наталья умоляла его и даже предлагала отдать ему все оставшиеся от выигрыша деньги. Захар поддержал решение друга. С Геннадием они больше не общаются. С Геннадием. Продолжение следует...